Многим из нас воробей напоминают звуки детства. Просыпаясь по утрам, первое, что доносило до сознания – веселое чириканье птички. Их петь заряжало тело энергией и желанием бежать скорее на улицу, познавать мир. Да и подростков большинство не представляют жизни без этих птиц. Мы начинаем изучать эту птицу по-взрослому, анализируя их жизнь, повадки и порой поражаемся, как же они похожи на человека. Вот группа воробьев загорает на песочке, другая чуть повыше на ступеньке. Две птицы растянулись, как на лежаках. Вся жизнь этих птиц связана с добыванием корма. По крайней мере, они занимаются этим целый день. Хорошо, летом корма хватает, можно пощипать на кустах ягоды, семена, почки. Но смотрите, чуть заметив опасность, один воробей улетает, а другой прячется в глубинах зеленого куста. А это уже зима, на дворе январь. На тех же кустах уже нечем питаться. И сидит бедный воробушек и ничего не боится. Даже приближение человека. А вдруг что-то перепадет. А клювик как открывает, будто просит корма. И человек обязан подхармливать пернатых, особенно зимой. Пример, вот такие кормушки сделаны из пустой 5-литровой бутыли. Посередине делается вырез, а на дно насыпается корм. Здесь, несмотря на штормовую погоду, в рыбе смело залетают такие кормушки. А если какая-то занята, даже становится в очередь. Ну, прям как люди. В то же время, при малейшей опасности, они покидают кормушки и ожидают более спокойного момента. Это музей Мирового океана. Так называемая канавка Канта. Здесь воробьи пьют, моют клювики, да и просто купаются. Воробьи, особенно домовые, селятся там, где живут люди. Вот и эта банда прыгает по зелени газона и ждет угощения человека. Среди воробьев выделяется вот этот, с черной шеей и грудкой, с серой шапочкой. Это самец. Он спокойный, уверен в себе. Точно знает, что обед не пройдет мимо него. Ну, дай ему кусочек. Ой, улетел. Давай-ка активно. Активно. Вот, хорошенько такой, смотри. Ух ты. Ух ты. Ой, мешай. Ух ты. Ух ты. Ай, какой красивенький. Некоторые воробьи берут крошки прямо с рук человека, хватит и быстро улететь. А вот наш самец подошел и неторопливо взял своего. Подкрепившись, некоторые воробьи летят на водопое. И с водой скидай. Ну а остальные самые храбрые и наглые берут пищу с рук человека, пикируя на нее прямо в воздухе. Причем воробей зависает в воздухе, как наш К-52-аллигатор, а потом стремительно бросается на крошку. А вот голуби поесть обломилась. И вот эксперимент. Я увеличиваю высоту подачи корма и пытаюсь посадить воробья на ладонь. А на ладошку положи. И снова после сытного обеда на речку. Пить, мыться, купаться. Но все как у людей. Пить, мыться. Пить, мыться. Пить, мыться.